Я сужу по тому, какие законы в течение двух дней были проголосованы парламентом до того, как проснулась либерально-демократическая партия и решила, что ее ввели вокруг пальца. Но проснулась уже после решения. Проснулась уже после решения. Так вот, какие они решения проголосовали. Они назначили прокурора, угодного Плохотнюку. Тут сомнений уже нет, что это человек Плохотнюка. Они укрепили позицию директора центра порубции Кетрару, который тоже является человеком Плохотнюка. Сам центр является карающим органом этого человека, используемым им для шантажа и угроз в отношении партнеров или противников политических и так далее. Они изменили избирательную систему, спропорционально на смешанную перешли, что в условиях полнейшей коррумпированности нашего государства является ничем иным, как угодным именно Плохотнюку и его партии действием, который считает, что при смешанной системе, когда половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, ему легче, дешевле, скажем так, будет покупать этих людей, либо на этапе избирательной кампании, либо после избрания. Ну и так далее. Так вот, все эти законы, все эти изменения, которые были проголосованы, говорили только об одном, об одном, что демократическая партия, Плохотнюк, которая является неотъемлемой частью и прошлых альянсов, и они говорят, что и будущих альянсов каких-то, не собирается вообще ничего делать, что о чем говорит Филат, или о чем говорят наши международные партнеры, или из того, чего необходимо для нашей страны, реформировать судебную систему, наводить порядок в экономике и так далее, бороться с коррупцией. Наоборот, он собирается сохранить свои рычаги влияния для того, чтобы продолжать воровать, как воровал до сих пор, и чтобы ему за это воровство ничего не было. Так вот, я не верю в то, что Филат, Плохотнюк, там, ошметки этой либеральной партии, значит, эти карликовые группировки, которые появились после ухода из коммунистической партии, Дадона, Мишина, там, и так далее, могут создать большинство парламентское, способное управлять страной хоть какой-то, так сказать, там, период времени. Эти люди полностью себя дискредитировали, они не могут работать вместе, они себя ненавидят, друг друга ненавидят, они уже по нескольку раз предали друг друга, и, естественно, там ни о каком доверии речи быть не может. А без этого невозможно работать вместе. Есть принцип кабинета, людей объединяет какие-то общие цели, какие-то общие убеждения, там этого ничего нет. Поэтому это ритуальные танцы со стороны либерал-демократической партии, они говорят о переговорах каких-то, там, либералы, демократы. Почему? Потому что они боятся обвинений в том, что они первые спровоцировали выборы. Я, например, и, по-моему, уже большинство людей в этой стране только благодарны будут той партии, которая уже эти выборы, наконец, провоцирует, и они пройдут для того, чтобы люди имели возможность высказать свое мнение по отношению к этой власти. Они почему-то считают, что, если их обвинят в том, что они именно выборы спровоцировали, то это им ухудшит электоральный результат. Ну вот это вот происходит. Я не думаю, что не будет нового арианса, и мы идем к досрочному выбору парламентским.